Здравствуйте, уважаемые! Друзья, сегодня мы снимаем очередной Passat, сегодня поговорим о двигателях, поговорим о том, какие моторы у них бывают. Мы начнем с 1.6, это самая базовая комплектация, у которого там 110 лошадей, нет, 120 лошадей у него, потом 2.0. То есть 1.6 я вообще никогда не рассматриваю для покупки, их покупают очень мало. Если их покупают, то покупают в России для того, чтобы была растаможка меньше. Здесь у нас в основном всегда двухлитровые, это 150 лошадей, это 190 лошадей и еще покупали мы буквально на прошлой неделе 240 лошадей Biturbo. Biturbo это самый мощный двигатель, 240 лошадей, там две турбины, высокого давления, низкого давления, едет достаточно зачетно. Сегодня мы снимаем 190, у нас есть небольшая проблемка. Машина уже продана, но сейчас мы погнали ее домой и мы обнаружили, что у нее открутилась защита. Почему открутилась, каким образом, я не понимаю. Я на нем проехал, откуда я его гнал? Я на нем проехал 700 километров. Да, никаких лишних шумов не было, ничего не стучало. У нас тут офигенная зимняя резина, но, правда, на стальных дисках, ну, будь ездить. Я сейчас подниму его и посмотрим, в чем проблема с этой защитой. Посад, подкапотное пространство, чтобы было явно, видно, красиво. В чем-то разница у них. Почему у одного 150, у другого 190, у третьего 240. Ну, 150, понятно, это ЕА288 стоит, двигатель у них у всех одинаковый. И я с этими пассатами уже знаком. Я же не знаю, сколько у нас их было, я уже со счета просто сбился. Основная проблема этих пассатов, это сальник на головном распредвале, снизу. Он начинает подтекать, разбрызгивает это все на ремень. Ну, и, соответственно, могут быть проблемы. Это вы можете узнать, когда вы смотрите снизу, с этой стороны. То есть выворачиваешь колесо, нет, в эту сторону. И прям фонариком светишь там, где крутится большой вал. Если там все в масле, то, соответственно, это делать нужно. Стоит это, сколько я забыл, 480, 500. Что-то, короче, около 500 евро заплатил для того, чтобы это отремонтировать. Там сам сальник-то недорогой, там 40 или 50 евро. А работа стоит много. Вот, это нужно снять ремень. Это нужно там снизу все открутить. Ну, короче, тут дел достаточно. Потом по правой стороне они иногда с сальника не мотор, а уже коробка с сальника. Да, бывает, подтекает. Но она не подтекает. То есть я не покупаю машины больше, ну, редко покупаю 150, 170 я один раз купил. Больше не хочу. Вот. То есть при пробеге 170 тысяч вы уже должны это ждать, должны знать, что будут подтеки. Хотя мы покупали сейчас Альхамбру. Скорее всего, там уже меняли просто ее. Потому что там этот сальник был сухой. То есть всегда смотрите, можете 500 евро скинуть, так как вы должны понимать, что этот ремонт вас ждет. По здесь вот даже мы вот видим, что здесь, мы просто тогда снимали лимузин. Вот здесь вот мы видим, утоплен туда, да, фильтр. Вот он стоит и турбина тоже там. Вот 240-го, я буду называть его 240-го, потому что 240 лошадей. Все стоит выше и там две турбины. Там вот такая вот байда, короче. Там две турбины, одна снизу, другая сверху стоит. И это все дует сюда. Едет, конечно, он знатно. После 150 лошадей этот просто летит. Турбина, сам катализатор и пошло туда все. Вот это там. Тот же самый EA288, только раздутый. Тут даже видно, у них более мощные стоят. Ух, нифигащий какой. Патрубки красного цвета, они больше держат давление. Также у него здесь теплообменник, вот он стоит. Это уже 190-та версия. У нас здесь еще и адаптивная подвеска. Адаптивная подвеска значит, что у вас есть модус, то есть кнопочка в середине. Вы ее нажимаете, и она у вас становится спортивная. Эконом режим становится и комфортный. И переключается он, конечно, он сразу становится в спорт режим, когда ты его переключаешь. Он становится жестче, я на этом почувствовал. Я ехал, и ты, конечно, этот, и становится, я не знаю, то ли открывает там какой-то клапан, он становится такой громкий и неприятный. Вот как на GTD мы ездили. Включаешь, он такой, ба-а-а, прям. Зачем это сделали, я не понимаю. Как бы звук там не очень такой приятный. Такое ощущение, как будто у тебя мотор в кабине. Вот, как будто шумоизоляции нет. Что меня удивило в 240-ом двигателе, давление турбины почти до 4 бар. 3,8 бар дует турбина. То есть, представляете, на какой наддув работает мотор. Соответственно, поршни там из алюминиевого расплава, совершенно другие. По турбинам. Есть две турбины, высокого и низкого давления. Турбина низкого давления может крутиться до 165 тысяч оборотов в минуту, а высокого давления до 240 тысяч оборотов в минуту. То есть, она крутится. Я думаю, там меньше мотор крутится, чем эти турбины. Прямо постоянно дует. Ну и 240, конечно, он едет так прям знатно. Так прям вот тут чувствуешь, что там эти дизельные, плам, и тащат тебя. Если бы вы выбираете себе Passat, я бы, наверное, взял серединку золотую. То есть, для меня 240-ой, я думаю, просто он слишком раздутый. Да? Хотя они, конечно, и все разрабатывали, все делали для того, чтобы этот двигатель держался. Я бы, наверное, взял вот золотую середину, это 190 лошадей. Едет тоже нормально, его достаточно вообще для этого кузова. 150-ый тоже едет, тоже хорошо. И если у вас нет там каких-то мощных автобанов, как в Германии, вам нужно ездить 130, в принципе, и 150 достаточно. 190, конечно, чуть-чуть повеселее. На 40 лошадей ты чувствуешь, как он тянет, как он едет. Он здесь, постоянно здесь. Здесь, в принципе, все одно и то же. Даже можем продемонстрировать, это 190 лошадей. Сейчас открою 150-ый. Вот он. То есть, если мы сравним два, они, в принципе, одинаковые. Даже разницы никакой. Я стараюсь не мыть подкапотное пространство, потому что могут быть проблемы. Но если мы сравним его здесь, то же самое, то есть один в один практически. А вот уже 240-ая версия, у него идет уже патрубок вот здесь. Он идет такого оранжевого цвета. Да, и здесь совершенно другая система. То есть там уже переделали мотор. Ну, там действительно видно обработка мотора, другие материалы и все остальное. Ну, и, соответственно, у нас еще, если посмотрим, например, двигатель 1.6 и двигатель 2.0, здесь есть два балансировочных балла, то есть он больше. И для того, чтобы детонации такой не было, туда еще установили балансировочные валы. Ну, вообще, в принципе, двигатель надежный. Хотя, как сказать надежный? У некоторых я видел по истории, меняли прокладку блока цилиндров. Также у них бывает проблема с водяным насосом, но и тоже ты не можешь сказать, когда у него будет эта проблема. То есть ты можешь машину, да, сейчас купить, вот как я купил машину, везешь ее домой, и где-то 500 километров проехал, у тебя хлобысь, потекла помпа, придется менять. Замена помпы 550 евро. Кто-то менял за 450, ну, в зависимости от автосалонов или в зависимости от скидок, которые у вас есть в сервисе. С нашим сервисом мне пришлось побороться, так как я привожу туда машины часто. Я покупаю масло официального, да, то есть у меня оригинальное масло, которое подходит к этому мотору. Официальный дилер берет за вот эту бутылку масла. Сегодня я получил счет, не на этот, я получил на Audi A6. Мы сделали это, и там было точно такое же масло. И стоило оно 158 евро за бутылку. Ну, я же покупаю его, по-моему, около 50, что-то, или, может, 56, короче, до 60 евро я беру за бутылку. То есть я привожу свое масло оригинальное. Да, они меняют там фильтр, они делают то, они меняют, что они еще делают? Они проверяют тормозную жидкость не делают, потому что у меня здесь возможности нет сделать тормозной жидкости. Почему плюс открыт у меня? В принципе, и все. Делают инспекцию, ставят печати. Ну, если замена масла, масло в DSG они, конечно, делают. И я стараюсь всегда смотреть машины с уже замененным маслом DSG. Так как это стоит тоже 520 евро, по-моему, 540, что-то такое, не помню сейчас точно. Вот. И вы тоже, когда покупаете машину, обязательно открывайте сервисную книжку. Первая замена масла – это 60 тысяч, вторая замена масла – это 120 тысяч. То есть каждые 60 тысяч должна быть замена масла. Поэтому, когда вы в коробке, да, в коробке DSG, поэтому, когда вы смотрите автомобиль с пробегом уже 110 тысяч или там 100 к 120, да, подходит, или там вы подкупаете его в 50 тысяч, то смотрите, чтобы это масло было сделано, потому что ждут вас расходы в примерно 500 евро. Посмотрите, состояние автомобиля с пробегом 150 тысяч, то есть, точнее сказать, 156 тысяч у нас. Это в Германии. И у меня здесь вот такая вот беда. Защита открутилась, говорю. Хорошо, не выскочило. Все, я отремонтировал пассад в идеальном состоянии. Посмотрите, где вы в России, где вы в России, увидите такой автомобиль или в таком состоянии по однищу. Это все в песке будет. Вот что я называю настоящий немецкий автомобиль. Еще я нашел причину, почему у меня вылетает предохранитель. У меня стоит B16, нужно поставить C16. Поэтому выключаем свет и опускаем пассад вниз. Обожаю этот подъемник, просто нереально крутой. Если вам не нужно много делать, там поменять колеса, рекомендую просто покупайте его и не парьтесь больше с Домградом. Я даже не знаю, зачем я его тогда купил, хотя у меня нет-нет, иногда выручается. И еще пришла посылочка. Сейчас посмотрим, что нам ребята, откуда они? По-моему, это Штутгарт, они прислали нам инструмент. Сказали, на, попробуй. Давайте попробуем, не стереструем. Лакокрасочный прибор. Лак Дик. Лак Дикен Месгерет. МД-66. Я не знаю, как он будет работать, я его не пробовал еще. У меня, в принципе, есть два. Но ребята сказали, на, попробуй. Мы сейчас попробуем. Резет, кал. Фонарик есть. О, это прикольно. Еще ультрафиолетовый. Прибор, который стоит 800 евро, 790, да? 700. Короче, 700 евро, грубо говоря, и 160. Бесящий звук. Я уже смотрел, как выкрутить оттуда. 134, 134. Долго ждать надо? 122. Че, я пошел. Ну, тоже 120, 117, да? 123. 134. 130. 118. 126. 126. Ну, в принципе, ты поймешь, что у тебя машина крашеная или нет. 127. В то же место. 133. Ну, в принципе-то, туда-сюда работает. Подсветка есть, но еще. Мне вот это понравилось. Фонарик есть. Что-то там подсветить, да? Еще ультрафиолетовый. Бабки считать. Настоящий или нет? Зачем тратить 100, 700 евро? Ну, как бы я хочу сказать, скорость, да? Здесь вот этот прибор намного быстрее. То есть, этот ты ставишь, ждешь. А Куникс, конечно, мега быстрый. Но тут защита есть, да? Здесь защита от падения. Хотел сказать от дебилов, но лучше сказать от падения. Клепштов. Ну, это понятно, это клей. Кстати, я таким пользуюсь. Это все клеит. Это офигенный клей. Я им часто пользуюсь. У меня даже еще остался немного. Но будет еще про запас. Магнит и держатель, если я им приклею, то его не оторвешь потом. Вместе с панелью. Он клеит реально. То есть, вот тыц, и все, не отрывается ничего. И еще есть, но это отдельно, знаете, для чего? Я еще этого не делал, но может быть, когда-нибудь тихо-то. Пластилин. Все? Да. Будем подделки делать. Параси, что ли? Нет. Сейчас люди задумались, что он там достает. Насадки. Что ж с этим делать, а? Понятия не имею. Понятия не имею, да? А это что в месте? А это клей. А-а-а! Он приклеивается. Короче, фокус простой. У тебя есть вмятина на крыле. Ты приклеиваешь этой штукой. Приклеиваешь вот эту. И потом вот так вот. И потихонечку, потихонечку вытаскиваешь ее. Я этим еще ни разу не пользовался. Но попробуем. Получится или нет. Инструкцию к эксплуатации, к сожалению, они мне не прикрепили. Ну, я думаю, я соображу. У меня здесь инструмента добавилось. Самый главный инструмент. Отвертка. Это магнитик. Доставать болты. Уже не раз выручал. Фонарик, понятно. Длинная ратча. Динаметрический ключ. Сейчас клей пришел сюда. Это все нужно как-то здесь организовать, чтобы красиво было. Ну и, соответственно, вот это вот. Нет, не сюда. Вот, смотрите, свободное место есть. Ну и, чем я поработаю, попробую. Друзья, это был Passat. Небольшая распаковка подарков. Можно так их назвать. И все. Едем дальше. Везем Passat в гараж. Нам нужно его оставить. Прикрутил я ту защиту, которая у нас почему-то каким-то образом оторвалась. И все. Везем один Passat. Потом второй Passat. Туда же нужно поставить. И время уже 9 часов. И вечером мы приедем опять в 11. Друзья, посещайте канал, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok